Так, всех приветствую. Это у нас вторая лекция, вступительная перед началом курса высокоэффективная торговая стратегия исследования, разработка, практику. Начнется этот курс в понедельник, поэтому еще есть места, если есть желание, можете попасть в группу. Ну, по контактам Волфикс на сайте можете обратиться, вас запишут в группу. Итак, тема сегодняшней второй лекции – изучение и исследование. На первой лекции мы в основном говорили о проблемах, которые я часто замечаю среди трейдеров и новичков, и в принципе даже опытных трейдеров, которые, ну, иногда даже критически очень такие грубые ошибки. Вот, поэтому, я думаю, вы эту информацию приняли и сделали какие-то выводы, возможно, даже о чем-то подумали, заметили за собой и начнете исправлять эти ошибки и тем самым улучшать торговлю. Сегодня мы поговорим о том, как важно изучить и исследовать рынок, на котором вы торгуете, либо планируете торговать и как, исходя из этой информации, затем формируются правила, алгоритмы, ну и, собственно, торговая стратегия. Итак, изучить и исследовать. Фактически, ну, можно так даже сказать, это синонимы, да, но у каждого из этого слова есть свое небольшое значение. То есть, начнем изучить. Оказывается, по моим личным наблюдениям, уже за пять лет много трейдеров на моем пути встречалось, с некоторыми до сих пор общаюсь, некоторые не пересекаются больше, то есть, либо занимаются другим бизнесом, потому что, ну, немногим, на самом деле, дается трейдинг и это очень сильно зависит от характера человека, от цели, ну и, в принципе, стремления, ну и финансов, да. Хотя, если было бы большое желание, можно и работать на финансовом рынке, не имея миллиона долларов на счетах. Итак, не знаю почему, но очень мало уделяют внимание трейдеры изучению того рынка, на котором они торгуют. Неважно, это акция, фьючерс, индекс, бонд, либо же, там, даже, возможно, опцион. То есть, ну, все, что им нужно, это котировка и кнопка buy sell, то есть, но изучить рынок изнутри, изучить какой он, изучить все его слабые, сильные места, его повадки, то есть, на рынке пока еще работают люди и, в принципе, это хорошо, так как люди зачастую повторяют одни и те же действия. Очень редко, когда приходится им менять свои повадки и по открытию позиции, и по фиксации сделки, да. То есть, даже те же самые крупные фонды, банки стали в колею, получаются, работают, не получаются, меняют. Со временем, естественно, рынки меняются, но основа структуры рынка, фьючерса, неважно, это валютный фьючерс, СНП, либо же какие-то другие инструменты, костяк, да, скелет, он остается, буквально какие-то небольшие идут поправки. Значит, изучить и исследовать. Тут, в принципе, если сравнить с какими-то вещами из жизни, возьмем, к примеру, вы захотели стать гонщиком Формулы-1. Кстати, кто из вас фанат Формулы-1 и смотрит, мне интересно, скорее всего, все футбол смотрят, чемпионат мира. Вот. К примеру, вы гонщик, да, и вам дали новый болид, новую машину, новый мотор. И вам что нужно сделать? Вам нужно изучить этот болид, этот автомобиль. До какой скорости он может разгоняться, какие его пределы, какое ускорение, какое ускорение на торможение, износ резины, насколько качественная коробка, какое передачное число в этой коробке. То есть, ну, аэродинамика, как она выдерживает повороты, скорость, ветер. Ну, то есть, вы не можете ничего с этой машиной особо добиться каких-то результатов, пока вы ее не изучите вдоль и поперек, да. Причем очень много гонщиков участвуют и в разработке, и в конструкции, особенно раллийные гонщики, да. То есть, они, грубо говоря, знают вдоль и поперек каждый болтик в этой машине, поэтому они знают пределы этой машины, возможности и могут таким образом с ней работать максимально эффективно и максимально взять с нее, да, при участии в гонке. И точно так же сравнить с трейдерами, да. То есть, ну, вы работаете на валютном фьючерсе, например, пара евро-доллар, да. Ну, нужно изучить какие-то хотя бы ключевые вещи, которые так или иначе достаточно важны, да. Возьмем, к примеру, контрольные временные точки. То есть, у нас, если брать большинство фьючерсов, они торгуются практически full-time, и торговля проходит через три таких периода. Звук пропал. Тут Леонило пишет. Меня слышно или нет? Действительно, звук пропал. Ну, Леонило, сделайте, наверное, чуть громче колонки, потому что вроде у всех слышно. Все, спасибо. Тихо. Сейчас попробуем чуть громче сделать. Угу, угу, угу. Сейчас чуть-чуть громче сделаем. Так должно быть уже громче. Да, вот, даже учитывая то, что многие рынки работают full-time, есть период азиатской сессии, есть период европейской сессии, есть период американской сессии, есть клиринги, есть открытие бирж, закрытие бирж, переход с одной биржи на другую. То есть это достаточно важные ключевые точки, причем зачастую не обращают трейдеры внимания на то, что вот сейчас откроется биржа. То есть, ну, откроется и что? Вот мне такой вопрос задают. И что изменится на рынке? Ну, вот ты, к примеру, трейдер, начинаешь открывать позицию во время открытия биржи. Причем, я думаю, что многие из вас, кто открывал счета у лицензированных брокеров, там есть такой абзац или параграф, что брокер не несет ответственности за качество исполнения сделки во время открытия биржи, закрытия, либо же выхода важных новостей. То есть повышенная волатильность, неадекватность рынка, ажиотаж и сработка вашего стоп-лосса будет абсолютно не в вашу сторону, зачастую. Очень редко, когда рынок дарит денежку. Поэтому это тоже нужно уключать в правила. И обычно простая вещь, но ее не учитывают. Контрольные точки внутри сессии, даже просто если мы берем параметр время, а у нас на самом деле не так уж и много параметров, их буквально три. Это объем, цена и время. Берем хотя бы время. В какое время что происходит и за сколько времени что происходит. Какие-то события, какие-то локации, какие-то формации. То есть сначала разберемся, в какое время что происходит. Берется рынок и изучается, в какое время, к примеру, ваш инструмент чаще совершает достаточно импульсивные движения. То есть проходят какие-то тренды, мини-тренды. Изучив это, очень можно легко сделать, имея базу данных. Вот почему мы, кстати, постоянно храним на серверах большое количество трейдов. Грубо говоря, каждый трейд храним, каждый тик и его объем. Чтобы можно было на этой базе исследовать и изучать любой инструмент, находить различные закономерности, определять важные критерии для входа в сделку, для определения какой-то модели. То есть не имея истории, точно так же, как и в жизни. То есть не зная историю своего народа, своей страны, даже если не ошибаюсь, такая фраза. То есть не зная истории, будущего практически нет. Я перефразировал, но думаю, основа та же самая. То есть если провести простое исследование, которое займет вас буквально несколько часов, то вы заметите, что зачастую движение по вашему инструменту происходит как раз в самое активное время торгов. Это как раз открытие биржи первые несколько часов, 3-4 часа. Потом ликвидность на рынке угасает. То есть чем меньше ликвидность, тем меньше вероятность создания дисбаланса и расширения ценовых коридоров в ту или иную сторону. То есть если нет большого объема на рынке, то он и не толкает котировку достаточно сильно. Именно когда на рынке появляются крупные объемы, есть вероятность, что будет хорошее движение. Таким образом, буквально несколько часов потратим возле котировки. Тут даже в принципе не нужно какие-то сверх особенные модули. Берем просто баровый график и нижнюю гистограмму. И выписываем время, в какое происходят какие-то сильные движения. То есть когда у вас есть стратегия, либо же ее нет, вы уже можете от этой информации как-то отталкиваться. То есть не работать в какое-то ненужное время, нерентабельное, невыгодное и малоактивное, где вероятность, что будет сильное движение практически равна нулю по отношению к другому временному интервалу. Поэтому вы, во-первых, сможете уже подстраиваться, в какое время вам вообще торговать, искать точку входа. То есть это все простой параметр время. То есть в какое время что происходит. Также можно, если вы работаете, например, по тренду, либо контртрендово, какая вам ситуация больше нравится. Причем и та, и та может быть и по тренду, и против тренда. В какое время чаще всего на вашем инструменте происходит разворот. Ну вроде как бы действительно, да. Почему бы и не узнать. А пока есть котировки за несколько лет, я думаю, что даже за полгода вы уже заметите, что ваш инструмент чаще всего формирует разворотные модели в такое-то, в такое-то, в такое-то время. А в такое-то время, да, то есть в какие-то промежутки, вероятность, что будут разворотные объемные формации крайне маленькая. Опять же, правила, критерии, уже какие-то есть данные к точке входа. То есть смысл входить на азиатской сессии, если там не формируются какие-то достаточно важные, весомые точки разворота. Ну практически их там не может не происходить. Вот. Это в какое время, что происходит, да. То есть, во-первых, трейдер должен для себя выставлять по времени, в какое время входит новость. Да, вот. Кстати, кто из вас торгует с открытия биржи и до закрытия? Причем регулярно. Один гость. Всегда. Вот. Ну, это считаются уже опытные люди. Вот. Ну, бывает такое, что трейдеры торгуют в то время, когда у них есть свободное время. Там, после всех дневных дел, семейных дел, бизнеса, либо же работы. Вот. То есть, в принципе, те трейдеры, которые работают с open market до close, и причем ежедневно, да, у них автоматически запоминается куча информации, которую они может даже могут, ну, как бы не обращать внимания, но даже учитывая то, что они встречают открытие рынка, у них уже есть какие-то модели, которые просто для них запомнились в качестве картинки, да. Это уже неплохой плюс. То есть, когда такой трейдер, открывает следующий день, да, он видит, ага. Вот. Похожая ситуация была буквально неделю назад. Она закончилась продолжением роста. Вот если мы возьмем S&P, даже не S&P, а RTS. Сейчас я включу кластер профайл. Еще, пока я включаю кластер профайл, буквально еще один вопросик. Кто из вас постоянно сидит, мониторит рынок с блокнотом и ручкой и записывает какие-то интересные вещи, которые заметили во время торгов, чтобы не забыть потом. Ну, какая была бы ни была хорошая голова, у нее есть способность все забывать. Причем есть парадоксальная вещь, мозг всегда жаждет получить какую-то новую информацию и в то же время, получив, сразу же забывает. Ну, нужны какие-то эмоциональные ярлыки, подтверждающие, укрепляющие какую-то ту или иную информацию. Например, стоп-лосс, либо же большой профит. Итак, вот открытие биржи индекса RTS буквально в понедельник. Обратим внимание, что маркет открылся очень сильным позитивом. И буквально на минут 50, а то и 60 застыл вот в такой невесомой локации. Мы видим, что после этого рынок взял под контроль продавец. То есть фактически объемы, которые здесь формировались, создали дисбаланс на продажу. Буквально сегодня же идентичная модель. Идет сильный позитив и практически схожая, даже по времени чуть дольше идет формация. Параметр разный время и объем. Там меньше было объема. Но обратите внимание, что и там, и там модели практически идентичные. Сразу с открытия и упертый спрос до 135 хотели дотянуть просто кровь из носа. То есть на открытии работают зачастую крупные участники рынка, которые системно ежедневно работают на рынке. Очень темный фон. Ну, опять же, я предупредил, что новость не очень хорошая, микрофон не привезли. Ну, чуть-чуть потерпите. Я думаю, завтра будет уже, а микрофон будет более качественный. То есть и то, и той модели достаточно схожие параметры. Единственное, время отличается. Во второй модели, которая сегодня формировалась, дольше времени байеры контролировали маркет. И объем достаточно разный. В принципе, по ликвидности видно. Но модели схожи. Но если по копации посмотреть, какие были критерии, подтверждающие факторы для того, чтобы все-таки убедиться, что будет продолжение восходящей динамики, они есть. И достаточно очень простые. Кстати, те, кто торгует индекс РТС, можно достаточно с хорошим процентом вероятности предсказать, в какую сторону будет вот такое волатильное открытие на следующую сессию. Если вы заметили, индекс РТС очень частенько открывается с такими вот волатильными барами на открытии. И это все плоды исследования. Когда я занимался индексом РТС, мне крайне важно было его максимально изучить, закономерности, модели, зависимость. И, в принципе, изучить его как инструмент. То есть, что значит изучить? Здесь нужно максимально уделить время буквально трем параметрам хотя бы. Это время, то есть, в какое время что происходит и что стоит ожидать в это время. В какое время чаще всего выходят новости по индексу РТС и как они встречаются рынком. Они волатильные, неволатильные. То есть, и выписывать. Если у вас, к примеру, сегодня есть крайне важные новости, естественно, это нужно зафиксировать и не пропустить, не попасть на сверхволатильность и тем самым получить убыточную сделку. Также есть по времени, за сколько времени формируется то или иное, то или иная локация. Например, у нас, я думаю, здесь я не сделаю открытие, что в принципе у рынка есть как бы два состояния. Когда он набирает объем и по уже критической массе объема идет тенденция, он же тренд. Достигнув какой-то цены, тот участник рынка, который на данном этапе контролирует маркет, встречает противовес по ликвидности со стороны селлера. Рынок снова уходит в режим борьбы. И затем после уже второй локации та группа участников рынка, которая более преобладает на рынке, дальше контролирует цену, либо же меняются ролями, то есть начинают работать больше селлеры. То есть накопление, тенденция, накопление, тенденция. В стратегии можно работать и во время тенденции заходить, можно прочитать критерии, правила, алгоритмы, когда заходить, какие для этого нужны критерии, подтверждения, параметры, координаты. Можно работать даже в самом процессе накопления. Но выгоднее, конечно, и заходить еще до того, как импульс, собственно, начался. То есть из нулевой точки импульса правильно определить контроль рынка и, грубо говоря, от отчета от нуля максимально взять по рынку. Работая уже в тренде, точка входа немножко запоздала. И если войти, к примеру, еще в формации, то берется там, к примеру, 80% движения. Если мы заходим уже по тренду, 60-40%. Но у каждого и того, и того момента для открытия позиции есть свои хорошие плюсы и есть недостатки. Это уже зависит от каждого трейдера, кому что нравится и кто как лучше считывает рынок. Относительно времени ведется учет многих показателей. Сколько времени рынок набирает объем для формации достаточно такой позиционной. То есть если мы посмотрим на интервал Cluster Profile за один день, к примеру, возьмем S&P. Возможно, кому-то до сих пор еще кажется, что на рынке происходит какой-то цифровой хаос. То есть цена движется и это невозможно не читать, не просчитывать, не ожидать. На самом деле это не так. Потому что даже те же самые алгоритмы автоматизированные, которые работают, они работают по одному и ту же алгоритму и оставляют один и тот же след. То есть что люди торгуют, оставляют одни и те же движения, оставляют одни и те же следы, оставляют одни и те же модели. что роботы. Робот, даже если он сверх-сверх крутой, у него 4 варианта загрузить покупку, либо разгрузить продажу, 5-10, но это не 1000, не 2000. На самом деле, очень, кстати, мне импонирует в этом плане рыночный профиль, потому что если посидеть и разобраться по различным сессиям, разделить их сначала на 2 группы, сессии на покупку, сессии на продажу, как там размещаются объемы. Их можно классифицировать, их можно вывести в разные шаблоны, тем самым разбить их по критериям. То же самое насчет времени, сколько сессий набирает объем, чтобы затем создать тенденцию хотя бы на неделю-две. Это очень легко сделать, открывается за контракт интервал, выписываются все процессы накопления и затем на сколько дней уходит рынок в тенденцию. Это достаточно пока банальные параметры. Так же самое у времени же есть иерархия. Дневной интервал, часовой интервал, 15-минутный интервал. Внутри сессии кто торгует, то есть это нужно учитывать 5-минутный, 15-минутный интервал накопления объемов. Сколько объемов нужно сформировать по времени, а сколько по времени формируется накопление, чтобы достигнуть критической точки и рынок начнет уходить в покупку либо же продажу. У этого времени есть ограничения, то есть это не бесконечность. Рынок не может бесконечно стоять в одной точке и идти в боковике. То есть у него есть и минимальное время накопления и максимальное. отталкиваемся от средней, да, то есть и когда вы изучаете в таком режиме рынок, у вас уже классификация каких-то определенных и моделей, и процессов на рынке имеют определенные параметры или же критерии. То есть вы не начнете лезть в покупку, к примеру, контртрендовую, если у нас рынок идет на снижение. Вы знаете, что вот такое количество времени на вашем инструменте нужно в среднем, чтобы погасить ликвидность на продаже, потом хотя бы выйти в нулевую такую невесомость и затем еще набросать покупок. То есть сколько времени это занимает. Естественно, иерархия по времени, там, дневные сессии, либо же недельные, либо там чуть ли не минутные интервалы. У них есть диапазон. И вы в этом диапазоне уже смотрите. То есть вы, во-первых, будете знать, во-первых, не будете входить раньше времени. То есть это очень такая распространенная ошибка ловли падающих ножей. То есть рынок валится, начинают покупать при первых же минимальных ценах. Это распространенная проблема трейдеров, жажда поймать минимум дня. А это очень сильно наказывается, потому что не получив подтверждение, что рынок остановился. И рынок сейчас идет в борьбе между байером и селлером. И, возможно, создадут какую-то обратную динамику и ликвидность на спрос. Если в этом, в этой борьбе вы видите, что действительно есть какие-то критерии, там, критерии по дельте, критерии по там открытому интересу, по ликвидности, очень важный критерий. Потому что если у вас минимум дня, вернее, там, даже пускай недели, и разворотная точка идет абсолютно без объема, то, наверное, нужно несколько раз подумать. Точно это разворотная точка? Ведь в любом случае любая реверсивная точка зачастую происходит с повышенным уровнем ликвидности. Почему? Потому что заинтересованные лица в этом ценовом диапазоне начинают активно создавать обратную преобладающую ликвидность против той, которая сейчас более, ну, в течение там дня, либо же недели была более сильной. В любом случае отпечаток крупных участников должен пройти, и это не должно быть незамеченным. Сколько времени формируется аукцион? Да, вот в каким, для чего это нужно? Аукцион может быть на максимуме какого-то периода на минимуме, либо же в средине диапазона. То есть точно так же для стратегии это нужны определенные параметры. Можно взять аукцион, который формируется после затяжного падения, после затяжного роста, причем я вас уверяю, что у них будут абсолютно разные параметры по времени. То есть чтобы убедиться, подтвердить, и это нужно исследовать, достаточно много историй, чтобы выписать, какие достаточно такие вот вещи нужны для того, чтобы отличить ложный от неложного. Вот что такое изучение. Чтение рынка. Для чего это нужно? Вернее, как это понимать? Точно так же, как мы читаем книги. То есть фактически это нужно сначала отличить одну букву от второй, идентифицировать ее, что это А, а это Б, не наоборот. Потом из этого уже играются, составляются слова, потом слов приложения. Точно так же здесь берется мельчайшие детали, из них больше, больше формируются крупные модели. Но сколько времени формируется аукцион? Для чего? Для тех, кто, к примеру, работает от формации уже импульса, который, к примеру, формируется на максимуме недели, на максимуме дня. То есть если вы работаете контртрендово, у него есть такая вот величина. Это нужно изучить, нужно поинтересоваться, посмотреть, а сколько времени для этого действительно нужно, чтобы тормознуть рынок от текущей тенденции и полностью его еще развернуть хотя бы на пару сессий. И вы уже будете видеть, когда это стоит ждать, когда это в принципе еще не, рынок не готов. То есть ага, вместо например там 180 минут, рынок болтался там всего лишь 45. Ну похоже, что мало работали, либо не очень там кому-то интересно. То же самое, любая формация на продолжение тенденции, на разворот, это можно достаточно легко систематизировать, выписать в таблице и провести различные исследования и отсечь ненужное. Из этого затем появляются и правила, и закономерности, и те же алгоритмы. Это время формации каких-то аукционов и накопления объема. Сколько времени он накапливается. То есть, ну опять же, бесконечно это не может происходить. У накопления объема есть стартовая, зазор по времени и конечный. То есть, час, два, три, десять, либо 15 минут, в зависимости от того формата, в котором вы будете работать. Внутри часа, внутри дня, внутри недели. Дальше, движение. У движения есть зазор по времени. Движение на рост не может идти бесконечно. Если мы берем, к примеру, вот S&P, у нас фактически прямо вот на графике есть два хороших движения. Раз, и вот сегодня. То есть, обратим внимание, вот почему именно их я выделил. Здесь, в этом движении практически нет ни одной формации, которая бы затянулась более часа. То есть, там, двадцать минут где-то постояли, где-то тридцать. Вот, буквально, вот здесь вот на максимуме сейчас сражаются байеры для того, чтобы толкнуть на 62-64. Вот. То есть, причем, кстати, модели очень похожи. Видите? Сколько времени вот в таком режиме может идти вперед S&P? Либо на падение, либо же на рост. То есть, ну, опять же, он не может всю сессию вот так вот без остановки идти. Есть параметр? Есть. То есть, работаем, изучаем, получаем какие-то правила, какую-то информацию. То же самое. Сколько может идти flat? Опять же, внутри дня, три недели. То есть, ну, берем там объемные массивы, то же самое по информации, просчитывается, выписывается. На это, на самом деле, не очень много нужно времени, но нужно, ну, умело работать с таблицами. Я, кстати, не очень люблю Excel. У меня всегда такой большой блокнот А4 в клетку и у меня все таблицы, собственно, здесь карандашом записываются. Даже сейчас у меня лежит А4 блокнот такой с системой такой проволочной, спиральной, чтобы можно было отрывать. И здесь я всегда записываю, когда обратил внимание, увидел какую-то новую модель. Далее, объем. Да, вот теперь у нас еще идет изучение рынка с точки зрения объема. Его ликвидность, то есть, фактически, это как в автомобиле, там, скорость. То есть, какая ликвидность обычная, нормальная для рынка? Опять же, здесь отталкиваемся от времени, в какую сессию, какая ликвидность обычно идет. Ну, те, кто уже давно использует Wolfix и проходили те или иные курсы обучения, уже знают, что Азия, Европа и Америка по ликвидности совершенно разные рынки, причем даже по поведению, по моделям. Вот, то есть, опять же, изучение, изучение, исследование, исследование. Если вы заметили, что вы, на самом деле, чаще всего открываетесь в Европейскую сессию, то нужно вам работать, конечно, с объемами и параметрами, которые объемы проходят именно в это время. То есть, не уделять больше внимания Азию, например, а именно Европе. То есть, вам нужны какие-то подтверждающие моменты и информация, от которой отталкиваются. Ведь, например, важно, как вот, не изучив свой инструмент, разобраться, сейчас повышенная ликвидность на рынке, либо же пониженная, вернее, слабая ликвидность. Ну, надеюсь, вопрос, есть все-таки вопрос. То есть, когда рынок крайне активен и участникам рынка интересна эта цена, интересно, то, что сейчас происходит, им выгодно сейчас покупать, либо же продавать, ликвидность начинает расти, потому что большинство получили какую-то информацию из разных источников и хотят тут купить. И начинается хороший ажиотаж. Барак Обама что-то сказал, упала где-то бомба, нашли новое месторождение нефти. Это возникает ажиотаж, пошла повышенная ликвидность. Конечно, просто анализируя график, это очень сложно определить, практически невозможно. То есть, вы видите, что в определенных точках растет ликвидность, либо снижается. Но как отталкивается, высокая это ликвидность, либо же невысокая. Вот, например, многие, кто из вас работают на пробой уровней? То есть, когда пробивает какой-то уровень, на пробой она работает? В любом случае, есть такие трейдеры, которые на пробой работают. Ну вот, какой нужен, что нужно изучить, вернее, какой из параметров важный для подтверждения, ложный этот пробой, либо же не ложный. Ну вот, Влад, вы уже просто... Это нечестно. Ну вот, возьмем простую ситуацию, для тех, кто, к примеру, не знает, да. Вот у нас есть какой-то максимум. Да, и у трейдера стратегия основана на чем? То есть, если рынок идет пробивать максимум, то есть, фактически подтверждается присутствие, ну, в данном примере, активности байера и он планирует при расширении диапазона за пределы максимума прокатиться на повышенной ликвидности на пробитии собственно диапазона и те, кто здесь продавал, здесь начинают срабатывать байстопы, то есть, собственно, еще дополнительная ликвидность на покупку. То есть, на пробитие идет, как бы, такое двойное давление со стороны покупателей и зачастую пробития происходят такие, якобы, импульсные. Но бывает, что максимум не пробивают и происходит вот такая ситуация. То есть, фактически, если, ну, к примеру, там нет особо хороших знаний относительно своего рынка, пробитие это не пробитие, помимо только отношению к цены и сколько времени рынок шел на пробитие, еще можно, как бы, для подтверждения добавить объем. Потому что покупателям, которые уже даже на этих ценовых диапазонах должны создавать такую ликвидность, которая полностью перекрывает продажи, то есть, еще и удерживает цену от снижения, еще и добавить столько объемов, чтобы вот в противовес идти продажам еще вытолкнуть котировку выше. То есть, это что? Это повышенная ликвидность. То есть, покупатели на максимуме должны так обороты заявками давить на маркет, чтобы полностью перекрыть ликвидность селлера и плюс еще толкнуть цены. Главное, конечно, вытолкнуть за пределы максимума. Там уже подхватывают стопы и рынок, ну, если вы видели, здесь начинают такие объемы пролетать. Это вот как раз начинают стопики срабатывать. Поэтому, когда пробитие, во-первых, атака на пробитие идет абсолютно неликвидная, то есть, вы видите, да, что нет ликвидности. Но, опять же, как вы можете определить, ликвидная идет атака, либо же неликвидная? Нужно изучить свой рынок, нужно изучить свой инструмент, нужно разобраться в объеме, изучить его, да, вот в пятиминутке сколько в среднем объема заходит по вашему инструменту. Вот столько, столько, столько. Обычно вот столько. Если вы видите, что идут атаковать там максимум, а там абсолютно не так уж и много объема, то как вспомогательный такой информационный повод не лезть в эту ситуацию, почему бы и нет? Ну, это как бы такие простые вещи. Вот, то есть, объем. Опять же, ну, в любой книге даже по техническому анализу описывается, что любой тренд должен сопровождаться объемом. Вот, можете себе представить, котировка растет, да, рынок растет, и чтобы толкнуть дальше спросом цену выше, нужно большую толпу солеров, которые заходят уже на максимуме контракта, на максимуме недели. Ну, я думаю, многие потирали ручки, когда RTS в прошлом контракте обновлял максимумы, сколько там погибло трейдеров. Вот, и нужно было собрать всю эту, весь этот ажиотаж на шорт, постараться не пустить котировку ниже, чтобы еще не напрыгнули селеры, и толкнуть выше. То есть, это в любом случае будет сопровождаться хорошим объемом, хорошей ликвидностью торгов. То есть, если объема нет, то толкнуть тренд дальше уже становится все сложнее и сложнее, и он замедляется, что тоже является неплохим признаком, что пора уже выходить, как бы, да. И опять же, как это определить, что объем большой, маленький? Изучив свой рынок, выписав простые вещи, то есть, ты там буквально даже год-два котировки просмотреть, это занимает буквально несколько дней, и у вас уже есть информация, статистика, относительно которой вы будете отталкиваться. Далее. Ну, цена. Вот если взять время, объем и цену, да, то время по большей части воспринимается как ширина, цена как высота, а объем как глубина. То есть, фактически у нас такой 3D рынок, поэтому я думаю, что не просто так объем называется объемом. То есть, цена это волатильность либо же отсутствие ее, то есть, активность спроса, предложения, то есть, какие у нас идут расширения диапазонов, сильно, не сильно, то есть, насколько рынок активен. Чем рынок активнее, тем быстрее он проходит значимые диапазоны и количество пунктов. Поэтому цена тоже очень важный фактор. К примеру, можно такую простую закономерность поискать. Высота дневной торговой сессии. Ну, вообще дневной, в сессии. Если вы торгуете РТС, вот между минимумом и максимумом в тиках, какая высота? Кто-нибудь, ну, обращал внимание, проводил такую статистику? Наверное, нет, да? Ну, я не спрашиваю тех, кто были на курсах по профилю, по профкурсу. Ну, с одной стороны, ну, и что даст эта информация? Ну, у вас есть диапазон, в котором работает в основном индекс РТС, там, либо S&P, либо же евро. То есть, комфортный ценовой диапазон, когда рынок системно в этом диапазоне работает. Отклонение за пределы этого, этой высоты уже о чем-то говорит, да? Например, рынок не может даже просто расширить границы даже хотя бы на 70% от того, что он обычно проходит. Тоже о чем-то говорит. Отсюда берется определенная информация. То есть, чтение рынка достаточно очень ключевая вещь. То есть, взять по максимуму из того, что дает рынок. Вот, к примеру, я когда разрабатывал торговую стратегию для евро, мне крайне важно было получить такую информацию именно с дисбаланса дельты, ну, BDA и ASCO. И мне приходилось очень долго выписывать параметры дельты по евро в точках пробития максимума, в точках разворота, на открытии рынка. То есть, и выводить какие-то определенные правила и параметры, которые мне нужны. То есть, ну, это, конечно, занимает крайне много времени, так как при разработке стратегии, да, есть определенная точка, из которой начинается торговая стратегия, это обязательно изучение и исследование. То есть, вот, к примеру, да, ну, фактически там, да, действительно не видно ничего. Давайте лучше я посмотрю S&P. Вот, 60, видите, как трудно дается. Стратегия в основном делится на несколько типов, там, буквально, там, на экстремуме по тренду, либо внутри дня, неважно, какой-то интервал. Ну, я не беру скальпинг либо же микроскальпинг. И фактически, ну, пробитие относится к разряду стратегий по рынку. То есть, если внутри дня идет расширение границ, то есть еще на одно пробитие максимум, это идет уже по тренду, то есть на продолжение тенденции, либо же на контртрендовый, на экстремумах. Вот. И где это нужно? То есть, вот параметр время. В какое время обычно это происходит и в какое время нужно дождаться этой модели. Потом, какой там должен им объем, параметр, модели. Собственно, сами модели, которые нам нужны для поиска той или иной ситуации, чтобы легче читать, что происходит на рынке, его нужно разбить на шаблоны. То есть, берем даже, к примеру, тоже свечной анализ. Такая свеча говорит о том-то, такая свеча говорит о том-то. Но такая свеча в такой-то ситуации нам подсказывает, то есть, идентичная, только там более примитивный формат, то есть без объема, без дельты, открытого интереса, корреляции, без реверсивности, без волатильности. Но основа очень хорошая. То есть, идет шаблонирование тех или иных моделей. И когда у вас есть там ряд шаблонов, причем я вас уверяю, что если вы исследуете там свой инструмент и посмотрите все разворотные дни на покупку и на продажу. То есть, нужно отделять. Разворот происходит на покупку и на продажу. Это две разных модели, причем они отличаются. Там есть параметры, которые как бы четко их отличают. Весомо причем. И поверьте, их не тысячи. Ой, как не тысячи. Я тоже думал, что мне придется выписывать просто громадное количество моделей, но их не тысячи. Так как и те же алгоритмы, и те же люди, они зачастую повторяют одни и те же действия. Вот. И даже если их будет 50, либо с 30, там 30 на покупку, 30 на продажу. Из них некоторые начинают иметь сходство. И через месяц, два, три вы уже будете как минимум половину отличать уже сегодня, что происходит. Вот это модель на продажу, либо же на покупку. А какие у нее подтверждающие критерии? Ну вот о критериях мы поговорим завтра. Таким образом, изучив свой рынок вдоль и поперек, зная все его тонкости, зная все его возможности, его почерк. Затем начинается исследование. То есть, начинается исследование закономерностей, где происходят различные движения, формации, в каком формате это все происходит. И затем уже нужны критерии, чтобы отличить эту ситуацию от той, грубо говоря, букву А от буквы Б. И определить, стоит ли участвовать в этом событии, либо же не стоит. Вот. Критериев тоже немного, но они крайне строгие. Потому что при исследовании образуется цепочка, ну вернее, как бы список различных модификаций. И из этого списка нужно выбрать максимально не только прибыльных. Тут как бы многие делают ошибку. Сразу нужно самое прибыльное. Здесь первое, что нужно выделить, максимально легко определяется. То есть, эта ситуация максимально легко определить. А даже если эта точка входа будет на 30% по статистике меньше давать прибыли, это не так уж и страшно. Главное, чтобы это было по серийности достаточно часто. Потому что есть такие модели, которые действительно нужно с блокнотом сидеть и отличать. Вот такой ерундой мы будем заниматься на курсе разработка торговой стратегии более двух месяцев. Если есть вопросы, задавайте. Так, сейчас. А вот. Около 36 на покупку, где-то 30, вернее, наоборот, 38-39 на покупку наиболее распространенных и около 36-35 на продажу. Ой, вопросы уже были, я просто рассказывал, не смотрел. По сегодня вполне могут всех помучать и даже закрыть сессию выше. Если вы посмотрите прошлый контракт, то заметите, что такие сессии часто очень встречались. То есть, они вот могут сейчас 2 часа, час-час упадем и вовлекают все новых продавцов в вот это вот час-час. Видите, проскакивают дельты на шорт. И сразу дельта на покупку проходит. То есть, ну, не укрепляется, в общем, интерес к продажам. Вот. Сейчас вот могут подрасти чуть-чуть, потом снова резко начнут вроде как бы падать. И до часу дня по Чикаго, а потом 14-15 закроют на максимуме, посрывают стопы и уйду спать. Наверное, весной можно таких сессий встретить очень часто. Сейчас попробую, попробую поискать вопросы. Здесь их очень много. Вот, я поддерживаю Влада формулами, да, рынок невозможно зажать. Формуль, алгоритмы на формулах, ну, полгода выдерживают. Все. Меняется волатильность, меняется чуть-чуть ликвидность, и у них начинает с ума сходить голова у этих формул. Так. Как? Дмитрий задал вопрос. В Офиксе история по точечным объемам сохраняется? Можете немножко шире ответить, что такое точечный объем? Ну, в вашем понимании. Курс, который будет в понедельник, он не будет такой, как профкурс. На профкурсе идет подготовка к работе на рынке, как работать, что смотреть. Грубо говоря, идет чтение рынка. То, что будет в понедельник, больше подходит тем, кто уже знает объемный анализ. И нужно все конкретизировать, систематизировать, исследовать, вывести правила, параметры. И за два месяца, я думаю, что это должно получиться. То есть, если у вас есть стратегия, либо же мнение, что вот вы считаете, что на вашем инструменте вот такой подход будет в принципе достаточно рабочим. Мы исследуем маркет, я посмотрю, выделю немного времени ваш подход, оценим возможности. То есть, если да, то идем развивать дальше. То есть, опять же, изучить рынок, исследовать, выписать кучу таблиц. Из них проработать максимально вероятные сценарии, максимально вероятное время, максимально четко конкретизировать ту или иную модель для открытия позиции. То же самое при сопровождении. И там как бы не будет уже уделяться времени, что такое дельта и как ее мониторить, то есть, как ее применять. Конкретно, значит, нужна дельта для подтверждения пробития, нужна дельта для подтверждения того-то, того-то. Нужно найти какие-то параметры. Выписать там за столько-то времени по всем моделям реверсивным на buy, на sell. Вывести в две отдельные таблицы, либо в одну, но разделить ее на две части. И это все на следующее занятие. Вы приходите, смотрим по вашим таблицам, смотрим, исследуем. Ага. По дельте видно, что при таких-то ситуациях идет подтверждение такие-то, такие-то, такие-то дни. Ага. Дальше уже разбиваются эти дни на возможные шаблоны, группы, либо же их связывает какая-то одна составляющая. Ну, идет процесс такой достаточно сложный. Да, реверс-чарт как и для точки входа используется. То есть, ну, я его использую не в режиме кластеризированном, а в лайн-чарт. То есть, мне интересно в реверсе мониторить изменения волатильности, изменения моделей реверсивности. Но в кластерном формате я его не смотрю. Есть там одна вещь в кластерном формате хорошая, но это больше для таких уже крайне щепетильных точек входа, чтобы точно не просели. Математика. Ну, я думаю, что в комплексе все рулит. Тут нужно и для того, чтобы работать на рынке, не только как-то сухо с цифрами работать. Нужно стараться уходить от такого мышления, как мыслит общество в основном. То есть, я думаю, вы все уже не раз сталкивались и знаете, что там, где начинает работать толпа, ее наказывают. И пока не накажут, не успокоятся. Поэтому тут нужно немного и творчески мыслить, и иногда даже как-то совершенно кардинально. Ну, а математика тут уже просто как помощник, как конкретизатор. Психология тоже имеет достаточно весомую составляющую. Поэтому на первом занятии мы как раз о психологии тоже поднимали тему. Все зависит от людей. То есть, я видел, как люди абсолютно прекращали заниматься этим, потому что они крайне плохо себя чувствовали. Для них это очень сильно бьет по психике, постоянный контроль за финансами. Для них потери это просто очень что-то болезненное. И, ну, некоторые даже пили там корвалов, валидол. Ну, в общем, психологически не могут работать на рынке. Для кого деньги бумага, тем вроде как бы легче тоже. Такой человек может легко пойти на увеличение риска, либо же на какой-то вабанк. Ну, я бы на чужих деньгах тут... Либо своих должно настолько быть достаточно, да, чтобы можно спокойно выделить сумму и относиться к этой сумме, как к деньгам, которые просто выделились на эксперимент, да, там, либо же их просто не встало. Вот, то есть... Ну, если деньги это последние, либо же... Особенно я встречаю истории заемные, там, кредитные, либо в долг. Ну, это точно ничего не получится. Поэтому деньги должны быть непроблемные. То есть, если ваши, то они не должны вас особо напрягать. Ну, проиграйте, там, 20 тысяч долларов. Ну, будет опыт. То есть, если они очень вам дороги, то тогда лучше их потратить на семью, либо же инвестировать в себя. Вот. Ну, есть та такая же народная мудрость. Бизнес нужно строить на других, на чужих деньгах, да. Особенно если денег, ну, работать более-менее комфортно, там, на финрынке. Ну, там, не знаю, 40 контрактов по S&P туда можно открывать, да. То есть, время, ресурсы, внимание, здоровье, затраченное на этот бизнес, более-менее, да, может приносить хорошие деньги. А, да, можно встретить трейдеров, которые там 500 долларов открывают в форекс-компаниях. Я не понимаю, что они хотят из этих 500 долларов увидеть. Опять же, если они торгуют системно, без плечей, без повышения рисков, ну, заработают 30 долларов, 50 долларов, ну, пускай там еще 100 долларов. И он целый месяц смотрел в MetaTrader, чтобы заработать 100 долларов. Лучше уже нефтью торговать. Реально нефтью. Вот, поэтому тут тоже есть некоторые нюансы. Ладно. Встретимся завтра. Спасибо, что пришли. Судя по всему, как видите, закроют сессию, наверное, выше. Уже практически 11, до сих пор не упали. Все, завтра о критериях немного поговорим. И те, кто идет на курс разработка торговой стратегии, мы встретимся в четверг. Да. Встретимся в четверг на таком, как бы, предварительном вебинаре. Обсудим пошаговые действия. И, кстати, на те, кто будет идти в четверг, сможете изучить расписание и план занятий. Задать основные вопросы, которые вас волнуют. Ну, и в понедельник будем заниматься. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok